Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами Video-Shopper.ru И сегодня мы поговорим с вами об очередном флагманском планшете Samsung. Это действительно так. Мы обсудили уже много девайсов этой фирмы и никак не можем остановиться. Вернее, это они не могут остановиться. Все делают и делают. И каждый из этих планшетов все совершеннее и высокотехнологичнее. Так, по крайней мере, заявляют в самой компании. А вот правда это или нет, мы сейчас посмотрим. Перед нами Samsung Galaxy Tab S8 IV. В первую очередь посмотрим на внешний вид девайса. В традиционной самсунговской коробке мы находим планшет, зарядное устройство, кабель для подключения к ПК и гарнитуру. В принципе, не густо. Стандартный набор для любого телефона или планшета. Хотя, конечно, хотелось бы чего-нибудь побольше. Например, чехольчик или пленку на экран. А уж раз мы об этом заговорили, то напомню, что купив Samsung Galaxy Tab S8 IV в VideoShopper.ru, вы дополнительно получаете подробную навигацию с картами России, более 100 увлекательных игр, пакеты с более чем 60 полезных программ, защитную пленку на дисплей, видеоучебник на Android и, конечно же, тест-драйв в течение 14 дней. Подробности на экране или на сайте video-shopper.ru. Что касается самого устройства, это 8-дюймовый планшет, выполненный в лучших традициях стиля Samsung. Он чем-то похож на последние модели Galaxy Note и, наверное, в масштабе не очень сильно будет от них отличаться. Если говорить о размере, то мы держим в руках небольшую книжку. В принципе, из дизайна можно отметить только стилизацию под кожаный салон Жигулей, типичную для последних продуктов Samsung. Выпуклую камеру, золотистый ободок. Samsung впервые в этой модели делает ободок золотистым, а не серебряным. И две кнопки на задней панели. Они нужны для фирменных аксессуаров. И если вы эти аксессуары не собираетесь покупать, то можете не обращать на них внимания. А вот на кнопку «Домой» стоит обратить внимание. Здесь появилась самая модная фича всех смартфонов и планшетов последнего времени, а точнее Apple и Samsung – сканер отпечатков пальцев. Им можно заменить пароль, и это действительно очень удобно. Основная куча кнопок находится на правом торце. Это кнопка включения, качелька регулировки громкости, ИК-порт и заглушки для карты памяти microSD и сим-карты формата microSIM. Снизу находятся разъемы microUSB и 3,5-мм разъем для наушников. По бокам также находятся стереодинамики. Размеры и вес этого устройства – его самое главное преимущество. Он довольно легкий, и у него вполне небольшие размеры. Планшет можно носить даже в небольшой сумочке. Размеры позволяют. При этом у планшета Samsung Galaxy Tab S8 4 довольно хороший дисплей. Как вы понимаете, его диагональ 8,4 дюйма. И для нее девайс обладает действительно качественным Super AMOLED HD дисплеем. Достаточно только сказать, что разрешение у него 2560 на 1600 пикселей. Цвета гаджет передает отлично. В любом сериале вы увидите даже самые тонкие оттенки. И, кстати, под любым углом планшет отлично держит наклон и не искажает цвета. В общем, тут даже придираться не к чему. Действительно отличный дисплей. Что же касается внутренней начинки, то здесь все тоже, как и положено флагманскому планшету. Samsung отлично держит уровень, показывая другим гаджетам, кто здесь самый крутой. Посудите сами. 1900 МГц восьмиядерном Samsung Exynos 5420. 3 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт внутренней. Для тех, кому мало памяти, есть еще и поддержка карт. Не забывайте об этом. В качестве операционки установлен Android 4.4.2 с фирменной оболочкой. Довольно дружелюбно и уютно. Хотя всем нам, конечно же, хочется использовать Android L. Но еще нет. В целом, система работает быстро, эффектно, без каких-либо тормозов и нареканий, как и полагается флагманскому планшету. Тем, кто любит сухие цифры и без ума от статистики, мы предлагаем посмотреть на результаты тестирования в Antutu Batchmark. Теперь про камеру. Это не самое важное в планшетах, но согласитесь, что без камеры в наше время как-то не очень. И, в общем-то, с этим планшетом вы не прогадаете. Конечно, это не смартфон и не фотоаппарат, так что чего-то фантастического ждать не приходится. Обычные 8 мегапикселей на основной и 2 мегапикселя на фронтальной. Посмотрите и убедитесь, что в целом довольно хорошо. Что же касается сетей, то здесь Samsung в целом ведет себя достаточно неплохо. В девайсе есть не только интернет, но и GSM-модуль, так что вы сможете звонить с него как со смартфона. Правда, для этого лучше обзавестись гарнитурой, потому что прикладывать к уху эту громадину, ну, вы понимаете. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth и GPS – все на месте. Есть даже и К-порт. Нет, не для того, чтобы передавать данные, а для того, чтобы использовать гаджет как пульт от телевизора. Проверили. Очень удобно. И еще одно. Батарея. В девайсе установлен несъемный аккумулятор на 4900 мАч. Понятно, что производители заявляют, что такого вам хватит на очень долго. Но, в принципе, вы можете рассчитывать на 8-12 часов активной работы с музыкой, фильмами и интернетом. Через Wi-Fi, конечно, с 3 и 4G девайс ляжет немного быстрее. Как это водится, Samsung добавили в гаджет режим экономии энергии, при котором все переключается в черно-белое, а большинство функций отрубается. Не особо понятно, зачем это на планшете, разве что книжки и журналы почитать, но забавно. В итоге мы получаем довольно мощный и крутой планшет от одного из самых сильных игроков рынка. Пользоваться им стоит особенно тем, кому по каким-то причинам не достает экрана Galaxy Note, но слишком много 10-дюймового Galaxy Tab. Конечно, можно было бы поискать недостатки. Возможно, они найдутся. Например, это дизайнерское решение с дырочками а-ля Жигули. Нам совсем не нравится. Но стоит ли? Это определенно крутой планшет, кто бы что ни говорил. До новых встреч! С вами был VideoShopper.ru Подписывайтесь на нас в социальных сетях, жмите «Мне нравится» и выбирайте крутые гаджеты. Почему стоит покупать у VideoShopper.ru, если есть такие большие фирмы, как «Звездной» и «Евросеть»? Мы меньше, поэтому стараемся больше.